Миша, иди, Миша, Миша, иди на, Миша. Он две недели назад сбросил рога. Счастняется? Нет, не стесняется. Первое, это очень болезненно у них происходит. И второе, когда он с рогами, это сила, это хищный азар такой. И вдруг, представляете, у вас отбирают меч, отбирают латы. Повод взгруснуть сейчас есть не только у благородного оленя Миши. Рога – это, конечно, аргумент веский, но вот скука, причина похандрить не менее существенная. Уже больше месяца на аллеях зоопарка пусто. Посетителей по понятным причинам нет. И для любимцев публики, привыкших к постоянному вниманию, наш визит словно глоток свежего воздуха. Вот, дружочек, давай, смотри, смотри, какой, смотри, оба. Будешь? Оба. Енот – это и так всегда запредельный уровень милоты, сшибающий на повал. Но эти ребята сейчас еще и молодые родители. У них три новых члена семьи. Правда, детки пока прячутся в домике. А родители явно чувствуют себя отлично. Звонкое блеяние теперь и в загоне камерунских коз. Отца пока отсадили, больно нрав у него крут. Но молодая поросль совсем скоро догонит старших. Пополнение в семье у еще одних любимцев-посетителей – это юго-восточные свиньи Визинау. Иди сюда. Вот, парочка эта живет в зоопарке уже три года и совсем недавно принесла потомство. Четыре маленьких, ну, милых, конечно, как по-другому их назвать, поросенка. Работники зоопарка говорят, что у посетителей свиньи всегда в фаворе, потому что готовы часами позировать перед камерами. Медведи, если и не на велосипеде, то гостям очень рады. Это вот гималайская парочка Паша и Даша. А по соседству большой бурый родственник по кличке Пух. Знаменитые львы Клеопатра и Лева тоже ради нас прервали после обеденный сон. Так соскучились по вниманию. Еды животным пока хватает, но это резервы, и они не бесконечные. Звери в зоопарках живут в основном на деньги от продажи билетов. А сейчас ситуация сложная, но мы с вами можем помочь. Нам помогают люди, помогают кормами, но это не, как говорится, тот вопрос, от которого выживает зоопарк. Тот же зоопарк нужны материальные средства, чтобы оплатить и прочие виды деятельности. Та же зарплата рабочим, те же налоги. QR-код мы для этого и ввели, чтобы, как говорится, находясь на самоизоляции, на карантине, люди хоть как-то могли помочь зоопарку заранее приобрести билет. Навестить зверей можно будет позже, когда эпидемия пойдет на спад. Реквизиты для покупки билетов есть на сайте ставпаркс.ру и по телефону 77-00-77. Пропуск будет действовать до февраля следующего года. Чем недолгосрочное планирование отдыха всей семьей. А точно уверены, что все мы, одной крови, Никита Шишков и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.